МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новость на канале РТВ. С вами Ксения Муштук. Власти трех американских штатов, Джорджии, Южной Каролины и Флориды, объявили эвакуацию населения в связи с надвигающимся ураганом Дориан. В общей сложности экстренные меры затронут более миллиона человек. Ранее сообщалось, что ураган уже накрыл Багамские острова и движется к побережью США. Специалисты присвоили ему пятую, наиболее разрушительную категорию из всех возможных. В Северной Каролине объявлен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор штата Рой Купер призвал жителей запастись едой, батарейками и медикаментами и изучить свои эвакуационные маршруты. О дополнительных мерах сообщают власти Флориды. Правительство штата собирается следить за, цитата, «бесперебойными поставками топлива, поддерживать линии связи, при необходимости обеспечивать раздачу воды и питания. Мобилизованы поисковые команды и военные, снабженные вертолетами и спецтехникой. Открыты убежища, где можно будет укрыться от урагана». Власти двух других штатов Южной Каролины и Джорджии планируют еще до прихода урагана эвакуировать около миллиона человек. Я добавлю, что из-за урагана президент США Дональд Трамп отменил свою поездку в Польшу. Там он должен был принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. По словам Трампа, он остался в стране, чтобы удостовериться в тщательности подготовки к подступающему бедствию. «Похоже, что наша замечательная Южная Каролина может столкнуться с гораздо более сильным ударом, чем это казалось на первый взгляд. То же самое с Джорджией и Северной Каролиной. Он движется, и его направление очень сложно предсказать. Можно лишь отметить, что это один из самых крупных и мощных ураганов, которые мы видели за последние годы. Будьте осторожны». Национальный центр США по слежению за ураганами сообщает, что Дориан достиг Багамских островов и буквально накрыл остров Большой Абака. Уже известно, что на Багамах одной из жертв урагана стал 7-летний мальчик. Как сообщает местное издание «Багамас Пресс», ребенок утонул, когда его семья пыталась спастись от удара стихии. Сестра погибшего мальчика пропала без вести. Еще одной из жертв урагана стал мужчина в Пуэрте-Рико. Он сорвался с крыши из-за сильного порыва ветра и впоследствии скончался от полученных травм. Эксперты считают, что после того, как шторм пройдется по Багамским островам, он продолжит движение к границам штатов Джорджия и Флорида. Максимальная скорость ураганного ветра уже превысила отметку в 350 км в час. В Варшаве сегодня торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Не обошлось и без исторического анализа. Польша, по словам ее президента Анджея Дуды, равно как и другие страны Восточной Европы, окончательно избавились от оккупации лишь в конце 80-х, одновременно с крахом всей советской системы. Владимира Путина в Польшу не позвали. Сначала организаторы объяснили отказ приглашений формальными причинами. Затем польский МИД прямо заявил, Варшава хочет вспоминать эту дату в духе исторической правды, а Москва в этом якобы не заинтересована. При этом вчерашняя церемония в Варшаве стала поводом для первой встречи украинского президента Владимира Зеленского с руководством США. О том, как Европа и Америка вспоминали начало Второй мировой и об исторических параллелях, которые проводят лидеры, спустя 80 лет наш коллега Андрей Ижов. Половина пятого утра, городок Вилюнь на юго-западе Польши. Именно он ровно 80 лет назад стал первой целью гитлеровской авиации. Именно здесь началась Вторая мировая война. Спустя десятилетия президенты Польши и Германии вспоминают тот день возле многочисленных мемориалов и в местном музее. Дональд Трап до Варшавы Добрался, он планировал быть на церемонии, однако в последний момент предпочел остаться в Америке из-за надвигающегося на юго-восток страны урагана. Вместо себя в Польшу. Глава Белого дома отправил вице-президента Майка Пенса. Мы продолжим стоять вместе за нашу общую оборону. И Америка, и Польша также будут продолжать призывать наших союзников выполнять обещания, которые мы дали друг другу. Ибо американский народ и польский народ знают, что сильный союз свободных, суверенных и независимых государств являются лучшей защитой наших свобод сейчас и всегда. Владимир Путин приглашение на церемонию не получил. В Польше это объяснили тем, что в Варшаве собрались союзники по ЕС, НАТО и Восточному партнерству. Польский президент, рассуждая о событиях 80-летней давности, пришел к выводу, что Вторая мировая и оккупация части Европы закончилась лишь в 89-м, с крушением Варшавского блока, а впоследствии Советского Союза. Не обошел вниманием польский лидер и современный политический контекст. В последнее время в Европе мы имеем дело с возвращением империалистических тенденций, с попытками насильственного изменения границ, с агрессией против стран, захватом их земель и захватом людей. Не став называть страну, Дуда выразился так, что его в итоге все поняли. О проблемах Украины речь детально шла уже на переговорах между Владимиром Зеленским и Майком Пенсом. Кроме американской военно-технической помощи, Киеву стороны обсудили сотрудничество в энергетической сфере, а также подготовку визита Зеленского в США. Соединенные Штаты Америки всегда отстаивали права Украины, защищали и не меняли свою позицию по поводу нашей территориальной целостности и суверенитета Украины. Упреки в адрес России, кстати, продолжили звучать в Варшаве и сегодня. Анджей Дуда высказался против идеи вернуть Москву в большую восьмерку. Ну а вице-президент США Майк Пенс и вовсе обвинил Кремль в желании разрушить партнерские отношения Вашингтона и Варшавы. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку. На своей странице в Фейсбуке политик написал, что целью его назначения год назад было создание стратегических рамок для дальнейшего развития страны. И в настоящий момент он считает свою миссию выполненной. При этом Бахтадзе останется членом правящей партии «Грузинская мечта». Кандидатура нового премьер-министра будет названа завтра. Грузинские СМИ сообщают, что кандидатом в премьеры может стать глава МВД Георгий Гахария. По словам представителей оппозиции, назначение его будет плевком грузинскому обществу, которое требует отставки Гахария с поста главы МВД за разгон демонстратов 20 июня в центре Тбилиси. Тогда, напомню, пострадали сотни людей. Московские суды вынесли решение по делу двух семейных пар, которые пришли с маленькими детьми на акции протеста. Прокуратура требовала лишить родительских прав Петра и Елену Хомских. Поводом стало короткое видео, в котором супруги толкают коляску перед шеренгой силовиков. Межрайонный прокурор посчитал, что тем самым родители подвергают детей опасности. Причем эта оценка совпала с реакцией на видео про властных блогеров. Они назвали отца, чуть ли не охранником Навального. Еще один районный суд, Лефортовский, вынес решение относительно супругов Проказовых. Муж и жена пришли с грудным ребенком на другую акцию 27 июля. Так что ситуация уже не единичная, и сегодняшнее решение представляет собой прецедент. Наш корреспондент Артем Филатов побывал на заседании по делу Хомских и увидел, какой сигнал посылает российская власть всем протестующим. В Никулинский суд Москвы пришел только отец детей Петр Хомский. Его супруга Елена тяжело переживает угрозу изъятия детей из семьи. Ей требуется помощь психолога. К тому же самый младший ребенок находится на грудном вскармливании. Заседание по делу о лишении родительских прав проходило в закрытом режиме. С таким требованием выступила прокуратура. Адвокат семьи Хомских ходатайство поддержала. Во время процесса судье представили доказательства того, что дети не пострадали от появления на акции протеста. Огромный пакет документов мы приобщили в дело. Все исключительно положительно характеризуют эту семью, этих детей. Ну, соответственно, говорили о злоупотреблении правами органами прокуратуры. Говорили о том, что подобные искы есть не что иное, как злоупотребление правами, потому что это является крайней мерой. В суд пришли муниципальные депутаты района Тропарева-Никулина. В конце прошлой недели они направили письмо в прокуратуру в защиту семьи Хомских. Для отъема детей нет ни малейших оснований, считают авторы обращения. Пара с детьми просто попала в объективы телекамер. Затем провластные блогеры решили, что Хомские прикрываются детьми. Муниципалы отмечают, нарушена обычная практика рассмотрения таких вопросов. Дело семьи Хомских даже не поступало в районную комиссию по делам несовершеннолетних. А сразу пошло в суд. Как член комиссии я знаю, какие бывают возможные наказания, когда у семьи совершаются какие-то проступки, если это так можно назвать. То есть если власть, прокуратура в частности, хочет наказать данную семью, то есть возможности штрафов. Сама постановка вопроса, когда за действия одних людей отвечают люди, другие от них категорически зависимые, когда за действия родителей по существу наказанию подвергают следить, она абсолютно неприемлема в правовом обществе. Судья Юлия Галянина рассматривала иск в течение двух с небольшим часов. В том числе дедушка детей Александр Хомский выступил в качестве свидетеля. Вскоре принято решение не изымать детей из семьи Хомских. Мы сказали, что не доказано, что мы участвовали именно в акции, мы гуляли. Не доказано, что дети как-то были под угрозой и так далее. То есть ни одного пункта обвинения не было доказано. Это все было на основании ролика. А мы считаем, типа, на основании чего. То есть вы считаете, что вы... Он без доказательный, без основательный иск. Адвокат Татьяна Сустина уточняет, решение суда вовсе не в пользу семейной пары. Ведь к Хомским вынесено предупреждение. Это прецедент для всех, кто может даже случайно оказаться с детьми на акциях протеста. По сути, это это означает, что не ходите больше на митинги с детьми. Вам уже вынесено предупреждение. То есть не исполните предупреждение, что будет дальше. Это, ну, остается только догадываться. Но особых тут догадок каких-то мы не строим, потому что понятно, что будет. Будет новый иск, который уже подкреплен одним иском. Сейчас защита семьи Хомских ждет письменное решение суда. Возможно, предупреждение родителям будет обжаловано. Также своим правом на обжалование может воспользоваться и прокуратура. Куратура, вероятнее всего, уже после московских выборов. Артем Филатов, Леонид Бабков, RTVI. В Берлине продолжается расследование убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангашвили, полевого командира во Второй Чеченской войне. В деле все больше признаков, указывающих на российский след. У Хангашвили в последние годы беженца в Германии на Кавказе была богатая биография. Среди его соратников и лидер чеченских сепаратистов Аслан Масхадов, и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Врагов тоже хватало, от местных до федеральных. В России он с начала двухтысячных разыскивался по статье за терроризм. И в окружении Рамзана Кадырова, и в администрации президента России категорически отвергают связь России с этим убийством. Тему продолжит Константин Глденсвайк. Около полусотни человек, в основном от чеченской диаспоры, выходят в субботу на эту протестную акцию перед российским посольством. В руках списки противников Кадырова, Москвы, ликвидированных за рубежом и в России в прежние годы, и плакаты «Я, Зелимхан, Хангашвили». Официальный Кремль заявил еще на минувшей неделе к убийству бывшего полевого командира за последнее время на родине в Грузии, пережившего не одно покушение. Российские власти и теперь отношения не имеют. Однако тут в это не верят. Если они два раза пытались его убить, два раза не получилось, это как оскорбление их работы. И они даже завершили свою работу, сейчас свою работу завершили. Ну, один человек сейчас будет сидеть, но это не важно. Это риск, это организация, но организация дальше будет убивать, я уверен. Правозащитник Эки Харт Маас, близко знавший убитого, рассказывает, как лично обращался за него к немецким правоохранительным органам с просьбой обеспечить безопасность Хангашвили. Эти запросы были оставлены без внимания. Ходатство о предоставлении ему убежища было также отклонено. В последние месяцы, говорят люди, знавшие Хангашвили, он регулярно получал угрозы в свой адрес. Зелимхан рассказывал, что его хотят убить, что на него было покушение. Я у него спрашивала, почему. Он говорил, что он знает тайны Аслана Масхадова. Те тайны, которые им не хочется, чтобы были разглашены. Но про эти тайны мы-то уже знаем. Мы это все знаем. Смерть Аслана Масхадова. Он знал, как его убили, где его убили, и каким образом его привезли в Толстовюрт и бросили в этот подвал. Из страха за близких, что остаются в Чечне, часть митингующих свои лица скрывают. Зато открыто здесь же выступает живущая в Германии семья Хангашвили. У погибшего осталось пятеро детей. Они говорят о нем, как о заботливом отце, который уже давно не лез ни на войну, ни в политику. Ты предполагал, что здесь, в безопасной Германии, такое может произойти еще? Нет. Ни капельки. Вообще не представляю. Думали, тут безопасно и так далее. Много людей. И вот, я понимаю, вообще неожиданно. Это огромная трагедия. Дети потеряли отца, жена мужа. Сестра потеряла брата. И многие, сколько у него друзей, если вы видели, сколько его провожали, все потеряли друга, хорошего друга, которым был хорошей опорой и поддержкой. Родственники прямо говорят, что опасаются последствий и для себя. На свободе, вероятно, остаются сообщники-убийцы, которые и помогли ему выследить жертву по дороге из дома на пятничную молитву через этот берлинский парк. Друзья Хангашвили намекают, что знают возможных пособников. Вся информация стекается в прокуратуру Берлина, однако здесь не многословны. Подозреваемый, который был задержан по горячим следам, благодаря удачному стечению обстоятельств, по-прежнему находится в СИЗО по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Работа следствия продолжается, но мы не можем сейчас поделиться деталями. На наличие важных деталей косвенно указывает и факт наблюдения за расследованием со стороны генпрокуратуры ФРГ. Она, согласно немецкой практике, заберет дело себе, если версия о заказном убийстве, совершенном зарубежными спецслужбами, окончательно подтвердится. В пользу этой версии говорит совместное расследование изданий «Шпигель», «Инсайдер» и «Беллингкетт». Из него вытекает. Подозреваемый из России в Германию въехал окольными путями накануне убийства, имея при себе крупную сумму наличных, обратный билет и свежевыданный паспорт устаревшего образца на имя Вадима Соколова. Паспорт, очевидно, поддельный. Ни в одной базе данных человека с таким именем, место журнительства в Петербурге и родом якобы из Иркутска, не обнаружено. А сам подозреваемый, он находится в этом берлинском СИЗО, общается лишь с представителями российского консульства и не дает показаний. Зато известен номер подразделения, выдавшего ему загранпаспорт. Оно же выдавало паспорта другим предполагаемым агентам ГРУ, известным в частности под псевдонимами Баширов и Петров и участвовавшим в отравлении Скрипалей в британском Солсбори. Представитель канцлера Меркель, отвечая на вопрос RCVI, сегодня заявил, что в правительстве ФРГ следят за расследованием. Это убийство, произошедшее посреди бела дня в центре Берлина, разумеется, поражает. И мы приняли к сведению те сообщения, о которых упоминали вы. Правительство Германии крайне заинтересовано в том, чтобы это преступление было полностью расследовано. Но пока что за это расследование отвечает все еще город Берлин. Делать громкие выводы, иными словами, рано. Если до них все же дойдет, последствия неизбежно. Из юридической плоскости перейдут в дипломатическую. Вопрос лишь в масштабе этих последствий. В 2017-м, отчасти схожая шпионская история с похищением в Берлине бывшего партийного функционера Вьетнама, спецслужбами страны обернулась грандиозным скандалом в отношениях двух государств. Всем временем, пока на родине Хангашвили, в Панкистском ущелье, его похороны собирают несколько сотен человек, чеченская диаспора в Германии объявляет о новом митинге уже перед ведомством канцлера, где будут требовать предоставления защиты беженцам из Чечни. В Европе себя в безопасности они больше не ощущают. Я просто не хочу, чтобы следующей жертвой стать. Я хочу просто жить. Мы убежали от этой смерти, от этого геноцида. Но и нас здесь догоняют, нас здесь убивают. Константин Гальденсов, Акьяна Карпова, RTVI, Германия. Это все новости к этой минуте. Последние обновления и развития событий на сайте RTVI и на страницах RTVI в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.